Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. В сколько лет расшистские пропагандисты, политики, да и сами россияне рассказывают о том, что они русские, своих не бросают. Своих надо действительно защищать, поэтому мы поддерживаем. Своих не бросаем! И сколько уже раз мы убеждались в обратном. Мордор еще как бросает своих недовояк на фронте. Нам не поставлялась быка. Нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания. Не вывозили из трехсотых. До сих пор там гниют двухсотые. Их никто просто не забирает. Бросает родственников мобилизованных орков. Местные власти Урупского района мне обещали оказать помощь привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк. Бросает жителей оккупированного Донбасса и Крыма. Мы все голосовали двумя руками, что пришла мать, матушка Россия, которая нас защитит. А теперь получается, что она наоборот. Это мачеха, которая забирает у нас последние. Реальная, а не телевизионная эрефия в свое время открылась и для тех украинцев, которые предали родину в 2014 году и поехали, так сказать, искать защиты в стране-агрессоре. Пусть после 24 февраля 2022 года таких персонажей уже не так много, как рассказывает Russian Propaganda. Но все равно подобные уникумы находятся даже сейчас. Думаем получать гражданство, потому что, ну, как-то... Продолжать жить как-то. Да, строить новую жизнь, потому что там лишились всего. А из-за кого же вы, интересно, лишились всего? Не из-за матушки Россиюшки ли? Но такие вопросы, видимо, этих людей не сильно озадачивают. Они, как ни в чем не бывало, едут строить новую жизнь в Мордор и там, мягко говоря, офигевают от того количества проблем, с которыми сталкиваются. Приехала наша бабушка. Мы не можем ее... Ну, сделать ей документы, потому что нет регистрации. Никто нас не хочет регистрировать здесь. Обратились мы в службы. Они говорят, мест нету для регистрации. Недовеликая Россия им же обещала золотые горы. А вместо этого украинские беженцы получили сложности с оформлением документов, финансовой помощи, дорогущим жильем и, о, как неожиданно, маленькими зарплатами. Я с удовольствием устроился на работу, нормальную работу. Ну, предлагают такое, что, наверное, там, по-моему, ваши гуляновские люди не хотят работать. Ну, за 10 тысяч, я пенсию получаю 16 тысяч российскими дома, а тут 10 без зарплаток. Рашистские власти рассказывают переселенцам из Украины, что их обязаны принимать в государственных клиниках РФ и без медстраховки, без проблем оформлять детей в детские сады и школы. Но в реальности любителям русского мира с оккупированных территорий приходится выгрызать якобы принадлежащие им по закону права и блага. У нас еще работает горячая линия. Позвонила девушка из Санкт-Петербурга. У отца была из Ульт. Он попал сначала в скорую больницу. И нужно было еще потом лечение. Им в конце недели, в неделе, в которой он пройдет в больницу, выставили счет на оплату. И она вот говорит, у нас таких денег нет, там, 150 тысяч рублей или даже 200. Мы не знаем, что делать, как быть, помогите. Нелегко украинским изменникам родины в России и с трудоустройством. На работу беженцев в России берут неохотно, рассказывают правозащитники. Работодатели настаивают, оформляйте гражданство, и мы вас с трудоустроим. Да и вообще все в РФе далеко не так радужно оказалось. Пейзажи за окном совсем не такие привлекательные, как в экране Киселев ТВ. В принципе, прежде чем ехать на болото, украинские беженцы образца 2022 года могли хотя бы посмотреть на опыт и истории своих соотечественников, которые еще 9 лет назад отдали предпочтение стране-террористке. Только в документы глянут, и все. У вас нет гражданства, у вас нет, понимаете, как дочки угрожают, говорят, что если вы в течение ближайших дней не найдете работу, мы вас вынуждены будем выселить и передать другому городу, ну, перевезти в другой город. Мы жилье уже не просим, дайте нам работу. Потому что никому мы не должны. Ну, правда, давайте вспомним 2014 год. Пропагандисты тогда круглосуточно докладывали о том, как встречают и спасают миллионы бедных украинцев, бегущих от кровавой хунты и мифических бандеровцев. Сотни украинских беженцев ежедневно пребывают в разные российские регионы. Жители Донбасса бегут от обстрелов в Россию. Последняя мнушительная цифра, ее озвучили в федеральной миграционной службе. Полмиллиона человек уже перешли границу. Но прошло совсем немного времени, и жизнь украинских беженцев в России превратилась в сплошную русскую рулетку. Они не знали, куда попадут. Все побросали. Они не представляли, в каких условиях будут жить, но, естественно, рассчитывали в недовеликой стране на лучшее. Надеемся только на Россию. Без денег едем, без ничего. А получилось все банально. Матушка Россия бросила их на произвол судьбы. Ну, вот нас тем человеку выдали порцию макарон. То есть, ну, как бы так... Ну, детям покушать. Детям покушать нам. Мы чайку попьем. Приехав на болото, вот эта компашка благодарила администрацию за теплый прием. Благодарю вас, ерпутяне, за оказыванную нам помощь. Но, как оказалось, у крыши над головой тоже есть срок годности. Через несколько месяцев им сообщили. Все трудоспособные жители должны покинуть пункт временной регистрации. Я вам ничем помочь и умолюю. Вопросы, а вы оставьте нас на маленьком, не помолю. Можете расценить мои слова, как вам прямая угроза. Большинство переселенцев на тот момент не могли найти работу. Но где же ее найдешь, если в маленьком городке и для местных-то нет вакансий? Будем вас ожидать, пока вы не получите документы. Или вакансии закрыты, или вакансий уже давно нет, или телефоны вообще не рабочие. Получается, я опять остаюсь ни при чем. Он говорит, это тоже меня не интересует, это тоже ваша личная проблема. Помимо этого, украинцы стали заложниками расистской бюрократической системы. Со справкой о временной регистрации, которую им выдали при пересечении границы, официально на работу не устроиться. Мы работали по договоренности, не по договору. По справке нам отказывались давать дело. По договоренности хотите? Работали, заменим мало. А документ, который бы давал право находиться на территории недовеликой страны и легально работать, переселенцам приходилось ждать по полгода. Украинские паспорта у них забрали еще на границе. А без документов, ты считай, не человек. Вот и отношения соответствующие. Есть человек, который 40 дней отработал. Они сказали, слышь, большая, ты я большая. Вали отсюда. Если хочешь, чтобы ты живешь. Да, если хочешь. Да, ему за 40 дней. И мы не заплатили вообще ни копейки. Тогдашние беженцы из Донбасса были очень обескуражены китком РФИ. Тысячи из них целенаправленно отправили в дальние уголки недовеликой страны, где условия жизни не менее суровые, чем на оккупированных территориях. И вот я тут выбрал реальные вещи, которые говорят сами беженцы. Украинские беженцы в Карелии нас здесь держат за быдло и кормят паталоном. Беженцы из Луганской области в шоке от Пермского края. Поселили в спецшколь для малолетних преступников. Они говорят, вы нас сюда привезли, чтобы похоронить. Их обещали доставить в солнечную Анапу. Вместо этого привет Улан-Удэ. А вот какой прием их ожидал после. Украинские беженцы в бурятском поселке Светлый не доедали. Их не снабдили теплыми вещами, обувью и предметами гигиены. Кроме того, людей пытались выселить из здания пансионата, чтобы заселить в платные гостиницы. Мы не хотим блага, забрать у вас блага какое-то. Не хотим. Дайте нам хибару. Нет, у меня хибару. Ну нет, зачем давать заявки? Вы дали заявку, потому что у вас работа? Заявки на гостинице все. На все гостиницы мы дали. Ну мы же, мы не туристы. У нас нет денег платить. Это местные журналисты пытались заснять условия, в которых живут некогда наши соотечественники. Но, видимо, там было что скрывать. Выйдите, пожалуйста. Кто вас будет ругать? Выйдите она, выйдет вам сама. Выйдите. А почему вы так... Ну пожалуйста, выйдите, я говорю. Почему вас ругать будут? Это что такое? Нам запретили. Что запретили? Первый раз в жизни я видела людей, которые радовались туалетной бумаги. Вы не поверите. Вот это очень страшно. На переселенцев с Донбасса в РФ и вылился целый ушат ксенофобии, дискриминации и беспросветности. Неудивительно, что уже через какое-то время беженцы начали возвращаться с болот на оккупированную часть Донбасса. Ежедневно только через контрольно-пропускные пункты в Ростовской области территорию России покидают около полутора тысяч граждан Украины. Для наслушавшихся басен российской пропаганды переселенцев реальность стала ледяным душем. А в Бурятии, говорят, мясо ели последний раз летом. Полки на кухне хоть и не пустые, но, как говорится, не густо. Нет ни конфет, ни печенья. Обычная действительность российской глубинки. Даже самые обыденные вещи для беженцев из Украины здесь воспринимаются как роскошь. Я вспоминаю из Украины, не могу говорить. Как там жили, там, конечно, было хорошо, свое хозяйство. Не бедовали, все, и мясо кушали, и хлеб кушали. В общем, подогрели, обобрали. А начиналось все красиво и с пафосом. Спасительница Россия, звеня скрепами, спешит на помощь обездоленным людям. Готовы принять соседей и на Брянщине, и в Белгородской области, и на Курской земле. И работу, и деньги им обещали. А на самом деле украинцы столкнулись с невиданного размаха бюрократической машиной. Хочешь работу, получи гражданство. Чтобы быстро принять на работу специалистов из Украины, необходимо предоставление российского гражданства в упрощенном варианте. Хочешь гражданство? Пройди семь кругов ада и подожди пару лет. Даже просто получить регистрацию на болотах для украинских беженцев стало колоссальной проблемой. Ведь без регистрации ты в недовеликой духовной РФ никто. По федеральным каналам Мордора они показывали сказки о счастливых, о благодетельствованных беженцах из Украины. Совсем другие истории просачивались в эфиры регионального Рашистского ТВ. Людмила Ивановна регулярно приходит в Есентукский дом для мамы за вещами и продуктами. По-другому выжить пока не получается. В этот раз в кризисном центре подарили ковер. Сейчас пенсионерка мечтает о пылесосе. В магазин Дарья Лебедь заходит только за самым необходимым. Колбасу и конфеты в ее семье теперь едят редко. Контраст между обещаниями и действительностью оказался поистине разительным. 700 рублей выделяет федеральное правительство. Включают в себя эти средства трехразовое питание, полное содержание, смена белья, спирта. Еще тогда, в 2014 году, переехавшие на болото украинцы узнали, что означает в реальности «своих не бросаем в понимании самих россиян». Таких братских, как они говорят, украинцев, граждане Мордора, показательно встретили холодно и словно людей второго сорта. Дня четыре назад звонили, в интернете нашли, на вахту. Нам говорят, с Украины не берут. Ну это многие нам уже отсюда, девочка говорит, что тоже звонят насчет работы. Многие отказываются с Украины. Мужу, например, сказали, он говорит, ну я с Украины. Она говорит, ну работайте на Украине. Ну конечно. Одно дело сидеть возле телека и топить за бомбежку Украины, прикрываясь спасением ее жителей. И совсем другое, показывать им свою любовь и заботу в реальной жизни, на практике. Вылезла в окно и говорит, какого херра приехали, понаехались. А вот бы у нее не было квартиры, вот если бы ее раздолбили, я бы посмотрел. Вспомним скандал, который разгорелся во дворе одной из московских многоэтажек. Сначала беженцам из Славянска указали на то, что их здесь не ждали. Закрепили сказанное рукоприкладством. В нос сразу, вот так вот. Вот тут сидит туша вот эта, стакилограммовая, и ударила его. Ну мой ответ... Он ему дал ответ. А что делать? Получается, ты Украине свали отсюда, нахуй. При просмотре видео целиком выясняется, за что боролись, на то и напоролись. Ребята, какая ненависть? Мы же от вас подмоги ждем. Мы там в Славянске воюем за Россию. Ненависть по отношению к украинским беженцам со стороны местного населения так и лилась. Все дело в том, что по телевидению чуть ли не каждый день рассказывали, как российское правительство осыпает золотом обездоленных украинцев. Тот случай, когда российская пропаганда перестаралась. Все вокруг мои знакомые говорят, зачем тебе это надо? Вот им государство выделяет деньги, они живут лучше, чем мы. Я тоже так думала, пока не съездила и не посмотрела. Не живут они, как мы. Они нуждаются во всем. Жители болот начали откровенно завидовать украинским беженцам. 800 рублей в день. 10 тысяч на руки каждому. Телевизионные байки сделали свое дело. Из-за слуха. Сделают, соответственно, выводы, что мы здесь так приехали, нам денег дали, мы работать не хотим идти. Те, кто сук Раины, сук Раины, сук Раина, вы что сюда приперлись вообще, сволочи вы? Этого мужика за живое задела социальная несправедливость. Ведь украинцев в поликлинике пустили без очереди. За это вот вам. И плюс еще к тому, что ты приехал на нашу землю сюда, тварь. Ха**ская ты. Хаите наше государство там у себя, а сюда приезжаете и требуете у нашего государства защиты. Блин. Дайте мне автомат, я первым пойду стрелять по вам. Естественно, ничего по сути не поменялось и после 24 февраля 2022 года. Да, украинцев, целенаправленно едущих строить новую жизнь в страну, бомбящую их родную, стало в разы меньше. Но напрочь отбитые Рашалюбы все равно есть. Мы с мамой сбежали. Сбежали из Херсона, спасали свои жизни, потому что в ССУ наступают на Херсон. Наверное, они тоже думают, что на болотах попадут в настоящий рай. Но с большой долей вероятности эти надежды обернутся разочарованием. Их ждет бытовая неустроенность, отсутствие средств, часто невозможность легализоваться. А еще в придачу агрессии, проявления ксенофобии и раздражения со стороны самих россиян. Я не понимаю вот этого аукциона с щедрости, потому что я считаю, что все вот эти беженцы с Херсона, это все украинцы. Они граждане Украины, они даже хоть на выдавай паспорта, они все равно уедут себе потом в Украину. Да, ради красивой картинки по ТВ пропагандисты рассказывают о внушительных выплатах для украинских переселенцев. О тех же сертификатах на жилье для херсонцев, к примеру. По этому жилищному сертификату они могут купить либо дом, либо квартиру, хоть на вторичном, хоть на первичном рынке, в любом регионе Российской Федерации. Почему наша собственная власть, получается, что любит больше беженцев-украинцев с Херсона, чем нас, россиян, собственных граждан? Я не понимаю, почему гражданам Украины в это деньги валивают и валивают, а россиянам? Ну нет таких нам, никто таких денег не дает россиянам. Конечно же, такая несправедливость сильно выводит из себя граждан Мордора. Они в своей стране даже на жалкие подачки от государства рассчитывать не могут. А тут им по телеку говорят, что каким-то левым людям с какого-то далекого Херсона бабки платят, дома и квартиры раздают. Вы нам помогли здесь приехать сюда, здесь там дали зелье, за сертификат, за помощь, которую вы нам сейчас оказываете. У меня эмоции просто переполняют, я очень довольная и счастливая. Миллионы россиян десятилетиями в очередях на получение жилплощади стоят. С какого это перепугу украинцев на полном морозе станут одаривать недвижкой? По данным Росстата на 2021 год, около 4% населения стоят в очереди за жилищными сертификатами. Это больше 2,5 миллионов семей. Военные, малоимущие, сироты, молодые семьи, многодетные семьи, пострадавшие от стихийных бедствий. Все они ждут жилье от государства. Теперь к ним добавились беженцы из Херсона. Парочку счастливых героев, получивших квартиры в РФ, покажут по ТВ исключительно в пропагандистских целях. Ну вот, как эти семейки из Херсонской области. В квартире все готово, вот стены бетонные. И самое ценное, что семья Коваль все будет делать самостоятельно. Да уж, переехать с юга Украины за 3-9 земель в Чувашию, в квартиру по сути без ремонта, это ли не мечта? Теперь за окном вместо Днепра снега Чувашии. Остальных же предателей Украины, которые не перед телекамерами, а в реальности попытаются получить волшебные сертификаты на жилье, ждет масса подводных камней, а точнее бюрократических проволочек, проблем с документами, унижений и отказов. Здесь, получается, нам отказали в 100 тысяч, соответственно, наверное, откажут в сертификате. Все они рано или поздно столкнутся с суровой действительностью духовной России. Когда в них летели дружественные ракеты, они истинное лицо русского мира почему-то не увидели. Но обязательно увидят его попозже, уже там, на месте, и непременно поймут, в какую черную дыру угодили. Россия не станет для них матерью, скорее злой мачехой, от которой они захотят убежать как можно дальше. Но бежать уже будет поздно, да и некуда. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам, суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!